Итак, вторые сутки. Азербайджанские эко-активисты, представители неправильственных организаций проводят акцию протеста на дороге Шуша-Ханкенди, протестуя против незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, которая находится в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента. С нами напрямую связь с места событий выходит Аднан Гусейн, учредитель Ре-Азербайджан. Аднан Гусейн, здравствуйте. Здравствуйте, Олег. Скажите, что происходит сейчас? Какова обстановка? Мы видим, что, по нашей информации, командующий миротворческим контингентом Волков так и не приехал на место митингов. Да, вот уже более 32 часов, как мы находимся здесь, как продолжается протест. И да, все еще генерал Волков так и не прибыл на место протеста. Мы находимся здесь, мы не собираемся никуда уезжать. Мы будем здесь сколько понадобится, будь то еще день, два, пять, неделя, не имеет значения. Как происходит обеспечение наших граждан, представителей НПО, волонтеров, активистов? Была информация, что Министерство по чрезвычайным ситуациям также подключилось в обеспечении каких-то элементарных условий для наших граждан. Да, вот у меня за спиной вы можете увидеть палатки, разбитые палатки, уже четырех, по-моему, палаток разбито. Все условия они есть, еда есть, чай постоянный. Для того, чтобы протестующие находились здесь в удобстве, в принципе, все предоставлено. Скажите, настроение и решимость участников этих акций пока не будет, не будут выполнены условия, пока не будет прекращен вот этот экологический геноцид, экоцид азербайджанских территорий. Протестующие участники вот этих акций, они готовы добиваться своей цели и стоять там до выполнения их требований? Абсолютно решительные, абсолютно все, все будут здесь находиться до тех пор, пока этот террор не будет приостановлен, этому давно уже пора поставить конец. И все, в том числе сейчас и молодежь тоже приезжает, сегодня приехало большое количество представителей молодежных организаций. И молодежь очень активно призывает к тому, что пора уже остановить экологический террор. И все решительно будут находиться здесь, пока мы не добьемся своей цели. Одна реакция миротворческого контингента я вижу сейчас на ваших кадрах. С левой стороны от вас это представители российского миротворческого контингента, которые временно дислоцированы, размещены в Карабахском регионе Азербайджана. Какова их реакция? Дают ли они какие-то комментарии или все еще нет? Нет, никаких комментариев они не дают, никаких контактов с миротворческим контингентом у нас нету. Мы ждем, когда прибудет на место генерал Волков. Пока что мы ждем, а от них никаких ответов на наших вопросов не поступает. Большое спасибо, Аднам, вам за информацию, с места событий, за то, что подключились. Будем следить за развитием ситуации. Я напомню, на прямой связи с нашей студией был Аднам Гусейн, учредитель Ре Азербайджан. Он находится сейчас на дороге Шушах-Анкинди, где вторые сутки азербайджанские экоактивисты и представители неправительственных организаций проводят акцию протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на азербайджанских территориях. Продолжение следует...